Всем доброго времени суток, меня зовут Анаэ. Это видео я хочу посвятить исторической теме. У меня в последнее время начала раскрываться информация по истории, я решила это выложить, потому что очень интересно. И это, наверное, позволит многим из вас, особенно магам, энергетам и практикующим, поснимать много печати и сделать какую-то общую работу для нас, потому что, если знать, откуда растут корни всего нашего страдания, то у нас получится с вами как-то эту проблему решить. Это видео я сниму последнее перед поездкой, дальше я уезжаю. Не знаю, как скоро у меня еще получится видео заснять, но я постараюсь как-то с вами общаться. Вообще, вот это лето у меня все в разъездных, поэтому я буду с вами реже выходить на связь. Особенно последние дни у меня очень интересная пошла работа, и в результате чего я столкнулась с системой и с серыми. Очень так мощно у меня произошла с ними схватка. Я на некоторое время выпала, к сожалению, из своих блогов и так далее. Ну, такое бывает. Потом будет какая-то перестройка очень интересная, но несколько дней мне пришлось прямо даже закрыть какие-то потоки информации, и я не смогла с вами общаться. Но, тем не менее, занимаясь этими вот серыми, ковыряясь, в них я откопала очень интересную вещь, через которую они работают и манипулируют нами и создают всю эту систему. Мне стала известна основа этой системы, как она пошла. Я распечатала историю Древнего Египта и Древний Египетский ген. Я многим из вас рассказывала, когда я с вами работала, что у многих из вас стоят печати на чакрах Древней Египетской магии. И Древняя Египетская магия, она также есть у нас в США очень в большом количестве. И в России, особенно в Москве, Европа немножко в другом контексте, но в том числе в Индии. Вот именно славянская магия, она перекрывается египетской. Мне это раньше было не очень понятно, потому что я к Египту на самом деле очень гармонично отношусь. И у меня даже было чувство родства такого с Марсом. Я много раз говорила, что Марс и Древняя Египетская культура, они являются едины. Но не до конца у меня это было связано в голове. Сейчас более картина прорисовывается, более ясно. Я могу даже вам рассказать, в чем эта связь заключается, но чуть-чуть позже. И значит, вот этими печатями, именно печати магии крови, запечатываются чакры по возможностям, по умениям, по возможности самореализовать, подать себя и как-то проявить себя в окружающий мир. То есть у нас стоит какой-то блок, из-за которого мы не можем сказать, не можем сделать, мы не можем там пойти, там как-то себя подать, создают сложное стеснение или какие-то там ограничения психического характера. Вот это все в этой египетской печати, так они в нас ощущаются, если вы хотите проверить. Особенно они проявляются в основном в магии. То есть если вы еще магией не занимались, если вы как-то так чувствуете, но не сильно, потому что вы под систему подстраиваетесь, а если вдруг вы захотели не подстраиваться под систему, а управлять ей, магия — это управляющая сила, то у вас встречается такая проблема, что вы типа не можете, не получается, как стена, и вы не можете выразить даже свои намерения, свои эмоции. И в результате чего вы как заперты в клетке, и вам кажется, что у вас нет магической силы. Но на самом деле ее нет. Это не отсутствие магической силы, это присутствие печати, которая вас блокирует и закрывает. Значит, мне очень было сложно разглядеть чистые энергии Египта, потому что они все были искривлены. И поскольку у нас даже здесь в Москве очень развита египетская магия, ее полностью пролонгирует. И я бы даже сказала, что классическая черная магия, вообще классическая магия, даже взять битву экстрасенсов, все вот эти экстрасенсы, все поголовно, они пользуются египетской магией, именно вот этим каналом. У нас даже есть магический магазин, где продают свечи, все они заряжены вот на эту магию. Но причем искаженные в черном виде. И увидеть там правду было очень сложно. Но когда я начала распечатывать, значит, вот эту печать выглядит, она, чтобы понимали, как жук. Вот почему у них там скоробей, я, честно говоря, еще не до конца прокопала связь с инсектоидами. С кошками еще более-менее понятно, это аспекты личности. И про генетические эксперименты всем известно было тоже про то, что там совмещали. Кстати, вот про генетику сейчас расскажу. А с инсектоидами не совсем ясна связь именно с положительной позиции. С негативной там видно, там было именно вмешательство инопланетной расы, инсектоидского порядка. Здесь это понятно. Но все-таки то, что они изображали, они, наверное, не имели в виду этих паразитов. Они, наверное, что-то другого имели в виду. Но, тем не менее, эта печать выглядит в виде жука, паука. Вот правильно. Значит, он такой вот, и лапки у него. Я не знаю, надо нарисовать. Сейчас вам постараюсь. Значит, я вот криво, правда, нарисовала. Выглядит ужасно, да? Ну, в общем, смысл в том, что вот это у нас символ солнечного сплетения. Здесь-то как раз подключение. Вот это каналы подключки. То есть, чтобы вы понимали, это не просто символика рисунок. Это каналы подключки. Здесь у него какие-то усы, там еще есть тараканы. Вот, кстати, выражение таракана в голове, это действительно настоящее выражение. То есть, там действительно живут эти жуки и пауки таракана. Они действительно ползают в виде мыслей. Это видно, когда у человека много негативных мыслей, там ползают жуки. То есть, они разъедают мозг, да? Ум разъедает, солнечный ум, на разум, на части. И у них там даже логово есть, и есть какие-то их пещеры. Ну, то есть, это видно, как в уме человека находится. Поэтому это вовсе не смешное выражение. Оно действительно правду имеет под собой. И я начала замечать, что многие выражения, ну, не многие, даже все, в принципе, выражения имеют под собой правду. И они нам рассказывают про магию, про тонкий план. Но мы с вами этого не подозреваем, потому что это всего лишь выражение. Но на самом деле нет. И к чему я вам этого жука показываю? К тому, чтобы вы понимали, что он запечатывает несколько параметров. Ну, вот здесь как минимум шесть, по три лапы. Если не ошибаюсь, по-моему, шесть. Но здесь я не точна, вы можете разглядеть своего паука получше. Но вот где-то шесть. И сейчас я вам расскажу, откуда все это пошло. И очень интересно это пересекается с библейской историей. Как выяснилось, какие-то моменты вскрываются. Мне становится очень интересно. Значит, изначально, как я выяснила, оказывается, боги Древнего Египта имели славянский ген. Это были славяне. То есть мне это было неизвестно сразу. Я не могла эту связь проглядеть. Но когда я наконец-то вычистила этого жука, я первую дырочку там прокопала. Первое, что мне вышло, что это родные наши были. Оказывается, это одни из представителей славянского рода. Одна из рас. Значит, всего было пять рас славянских. Эти все расы принадлежат к одному единому истоку. Они все произошли от одного истока создателя Вселенной и были расселены по разным частям Вселенной как правители этой Вселенной. То есть раса славян была создана как раса правителей. Это дети создателей, это создатели, это боги. То есть, чтобы вы понимали, они изначально были управляющими всем живым вокруг. И когда они прибыли на эту планету, изначально заселение происходило через Марс. То есть, правда говорят, что Марс была первой планетой, заселенной в этой Солнечной системе. Мне еще пока последовательность входа в этой Солнечной системе не видна. Тут еще, видите, есть много искажений относительно того, что из себя представляет космос, и представляет из себя планеты. Я пока эту тему не буду касаться, потому что у меня еще не вскрылась информация по поводу этого. Но одно могу вам сказать, вне зависимости от того, там Земля у нас плоская, круглая, большая или маленькая, или там существует космос в таком понимании или не существует. Тем не менее, есть определенные пласты, которые мы называем мирами, которые мы называем планетами. Пусть мы их там не видим в космосе, как некоторые говорят, что у нас там элизорный купол. Потом, как только у меня будет информация на этот счет, я вам расскажу. То есть, вы не переживайте, у меня как раскрывается информация, я все рассказываю. Но тем не менее, эти миры существуют. Миры, о которых мы говорим, говорим, вернее, мир под названием Марс, мир под названием Венера, все это существует, Как бы они ни выглядели, какими они ни были, это все есть. И здесь пока вы не связываете вот эту космическую картину с исторической, потому что там тоже есть много моментов, и вот в эти миры, в другие можно переходить. Но изначально был заселен, скажем так, мир под названием Марс. Изначально был заселен именно этот мир, он был готов, он был подготовлен, он был создан создателями. Планета Земля немножко была уже создана искусственно, здесь что-то добавляли. Вообще в нашей Солнечной системе, если взять планеты имеющиеся или имеющиеся миры, известные нам по планетам, так мы будем называть, они все в большинстве своем все равно с искусственными добавлениями. То есть не существует миров природных полностью, но они изначально тоже были. Чтобы вы понимали, не было такого, что прям с нуля создавали, это, наверное, первосоздатель, еще Вселенная тоже какие-то системы создавала. Потом, когда они заселялись, их корректировали очень многие планеты, у них там свои Солнца дополнительно, свои обогреватели, у них там своя система атмосферы, свои какие-то там моменты. То есть вот сколько я путешествовала по другим планетам, по другим мирам, я везде видела, что вне зависимости по нашей теории отдаленности от Солнца. Вот, кстати, есть такая теория, что у нас Солнце искусственное, но не настоящее. Вот здесь не до конца я бы, наверное, так сказала, по той самой причине, что я видела планеты, где были искусственные Солнца, но они немножко по-другому выглядели, не как здесь показывают, не как шарик такой, а подсветка, знаете, как обогреватель такой, батарея такая стоит у дальних планет типа Юпитера, и вот их спутники Юпитера, там стоят обогреватели, но при этом это не значит, что настоящего Солнца нет. То есть оно очень далеко находится, конечно, при его свечении на дальних каких-то мирах там, возможно, не было бы такого света, но там стоят обогреватели, и когда ты находишься на этой планете, вид Солнца такой же, как у нас. Я видела, что у нашей планеты есть некий щит защитный, не обогреватель, а какой-то щит, поэтому, возможно, конечно, здесь есть дополнительное Солнце, дополнительный свет, но это не отрицает присутствие истинного Солнца. Но здесь пока еще я не выяснила эту информацию, поэтому, ребята, это мои предположения просто из того, что я видела, да, мы немножко потом картину с вами составим. Значит, планета Марс или мир Марс, да, изначально был готов к обитанию, то есть там была подходящая среда и природа, и это более древняя планета, ну, буду говорить слово планета, да, чтобы как бы не сбиваться, как принято исторически, классически. Вот, и получается, переселялись на Землю чуть позже, значит, несколько рас славян, в том числе одна из рас, вот эта вот египетская раса, одна из их представителей, там очень интересное нарушение потом пошло. Когда переселялись на Землю, стали генетически воссоздавать человеческую расу, ее начали создавать, однако не путайте генетику наших с генетикой паразитов, да, это немного разные вещи, и это все путают в одно. Когда была создана генетическая раса человеческая, именно людей, то есть, чтобы вы понимали разницу, есть боги, есть люди. Боги — это перволюди, которые были созданы Творцом и Создателем от истока, они обладают божественной силой. И изначально богов сюда направили как правителей, то есть человеческая раса создавалась для жизни, здесь развивался определенный мир. По своему уровню развития духовным и самосознательным, разумеется, они были намного меньше, но это образ и подобие, и как бы планировалось из них взрастить что-то там, конечно же, качественное. Но на момент, когда создавался генетический образ, прообраз человека, чертежи, грубо говоря, информация по созданию человеческой генетики были украдены паразитами, паразитами из другой вселенной. Они украли вот эту информацию, и что там дальше очень интересное произошло, там какие-то тоже моменты были предательства, подставы, но тогда они еще проникнуть очень сильно не могли. На самом деле это был просто проект, проект по созданию новой расы, человеческой расы богами. Боги хотели создать нечто подобное себе, новый вид расы, более совершенный, но, конечно же, изначально все это было очень сложно. И планировалось создать тела для своего вселения, то есть они хотели создать свои тела, и поэтому первые люди, вернее, не первые люди, а первые человеческие тела, они были одноразового характера. Туда заселялись духи Земли, по сей день полно таких людей, на самом деле это был переходный момент, переходная стадия. Когда у таких людей нет высшего, я высшего сознания, вот как мы это называем, понимаем, они просто являются духом Земли. То есть дух заселяет их, вдыхает в них жизнь, но они ограничены по своему восприятию, разумеется, они не способны ничего постичь, понять, никакого просветления достичь и так далее. Они могут просто постичь свою связь с Землей и раствориться, как дух Земли. Они могут осознать свою часть и единство с Землей. Вообще сейчас этих духов тоже очень много, и это больше процент человечества. Изначально человеческая раса создавалась именно так. Это вроде инкубаторов, или как это даже представить, сосуды некие. Некие сосуды, конечно, туда вдыхалась минимальная жизнь, но в будущем планировалось, что эти сосуды станут именно сосудами для людей-богов. Через эти сосуды люди-боги хотели проникнуть в другое измерение и существовать со своей божественностью в другом измерении. Они хотели пребывать здесь, постигать этот мир, его законы и сотворять. Вот здесь создалось раздвоение, как раз-таки раздвоенность между перволюдьми и белыми богами, то, что мы называем в классике. Сейчас у вас немножко разобьется информация, о которой я говорила, но на самом деле она целостна. Я постараюсь ее для вас как-то связать. Если какие-то пробелы возникнут, вы опять же не паникуйте, просто что-то недопонятно, но то, что я видела, оно так и есть. Значит, белые боги – это боги, вселенные в тела уже созданных форм человеческих. А перволюди – это те существа, которые прибыли изначально на планету и генетически создали, грубо говоря, прообраз. Создалась война между ними, да. Но создалась война, получается, между своими же, но очень хитро она была создана, не в том понимании, как мы это видели. На самом деле была произведена примесь. Вот здесь вот откуда истоки всей этой жертвенности пошли. И когда эти паразиты украли чертежи создания человеческого прообраза, они, возможно, там где-то что-то подменили, как мне рассказывал Творец из другой вселенной. Здесь я не увидела, не могу сказать точно, была ли там подмена вот этих вот чертежей для создания человеческого образа. Возможно, и было. Но произошло такое, что когда начали создавать человеческий вид, параллельно с этим начали подселять туда человеческий вид такого гнилого характера, скажем так. Потому что вот эти паразитарные ребята, они начали создавать свои человеческие виды, они там тоже начали проводить генетические эксперименты, но чуть позже там были более ужасные генетические эксперименты. Сначала было начало более мягкое, потому что они хотели к своей цели подойти, они хотели изучить богов, создателей, творцов, которые произошли от истока Вселенной. Они хотели заполучить их силу и научиться контролировать процессы Вселенной так, как они, чтобы вы поняли, в чем заключается вот эта вся борьба, да, наша изначальная, почему они все это делают. Вот, ну, борьба за власть, она так и есть, но на самом деле власть с их позиции, с нашей позиции, это не власть, это просто наша данность, грубо говоря. Значит, начали подселять и получилось так, что эти люди, которых они подселяли, они-то точно душой не обладали, туда не вселялись даже наши божественные предки, они не могли туда вселиться, туда никто не вселялся, кроме Духа Земли. Они, это как биороботы управляемые, причем еще, которыми очень легко манипулировать, и они вроде массовку такую создают, они вроде как бы их много, да, и они вот этой массовкой, а на самом деле им управлять легко, на кнопочки нажимаются, они вообще тупые, недалекие, у них ограниченность полнейшая. И вот эта массовка, конечно, задавливала массы, и значит, по мере того, как начала создаваться культура древних богов, значит, там образовалась такая очень интересная система. Сами боги изначально хотели подготовить Землю и весь вот этот эксперимент для того, чтобы могли вселяться в человеческие тела, но изначально, поскольку это было невозможно, так как эти тела были недозревшие, ну, как несозревшие, там, цветочки какие-то, вот, они сделали следующее, должна была развиться определенная культура, цивилизация, уровень самосознания, прежде чем они могли вселяться в эти тела, они хотели подготовить почву. И для этого были созданы так называемые дети богов, то есть полубоги, полулюди, их наделяли особым уровнем разума, особым уровнем самосознания, они, конечно, были не люди, это были полубоги, но они были правители, это были созданы изначально генетические, природно цари и управляющие боги, управляющие массами людьми. То есть вот в том числе, я принадлежу тоже к одним из них, нас создавали парами, всегда у нас такая была система, как вы знаете, рассказывают про Олимп, там все боги были парами, у них было очень четко, мужчина, женщина, это было очень важно. И нас создавали как правители и царей специально для того, чтобы мы управляли вот этими вот системами массовыми, чтобы мы могли культуру развить и поднять до уровня богов. То есть мы были те самые посредники между богами и людьми специально для реализации их первого замысла, первого цели. И получилось так, что когда боги покинули планету, они ее покинули тогда, когда было все подготовлено, значит, все было сделано, своих детей они заселили наместниками, в том числе фараоны были дети богов, действительно, и другие тоже ветви. И на других планетах та же самая была система, то есть я как представитель тоже была на своей планете, на Марсе, там были тоже несколько богов, то есть там я не одна правила, было очень нас много. Наша была задача заботиться о людях, следить за ними, там ухаживать за ними, я не знаю, народ наш, как-то их поднимать, направлять, там подводить. То есть, ну, грубо говоря, мы должны довести цивилизацию до определенного уровня развития. Когда боги покинули планету, они улетели там в свою систему, остались здесь мы как старшие, за старших оставили нас, и вот тут-то как раз-таки паразиты начали очень полномерное свое проникновение. Значит, они начали, в чем была ошибка? Конечно, мы как дети богов, мы тоже были в свою очередь, ну, не то, что неопытные, имея высокий уровень самосознания, высокий уровень понимания и духовности во многократно выше стандартных людей, мы все равно не обладали достаточным опытом и вот именно жизненным опытом, как наши боги. Ошибка заключалась в следующем, мы были намного и есть, в принципе, намного добрее людей, у нас изначально вот эта вот божественная любовь, вот эта доброта, вот эта отдача человечества, она просто огромно непостижима, у богов она всегда была, и мы начали слишком сильно опускаться к людям. Это была наша ошибка, это не было бы ошибкой, если бы паразиты этим не воспользовались, да, если бы, конечно, не было паразитов, наверное, бы это все так не сложилось, так плачевно, вот, но смысл в том, что мы хотели людям как-то ближе, как-то им подать все, мы хотели объяснить, и мы начали с ними сравниваться вообще изначально, даже в Древнем Египте, боги были равны людям, не было разницы между богами и людьми, и люди могли с легкостью приходить к богам и разговаривать с ними на ты, вообще как по-свойски, как вот к соседям в дом, то есть не было такого, как сейчас, мы пришли к богу, к храм, там, такого не было никогда, и очень многие боги, они сходили, не спускались к людям, грубо говоря, это образно, они жили отдельно, хотя создатели строго-настрого наказали, что боги должны жить отдельно. Была очень четкая пропись, то есть там было все сказано, вы боги, это люди, разница должна быть всегда, то есть да, вы боги, это люди, и никогда не спускайтесь к людям, у вас там свой мир, у них свой мир, ваша задача назидательно воспитывать там и быть богами, грубо говоря, их задача вас слушаться там, ну не повиноваться, но слушать, как вы их направляете, как вы им помогаете жить, грубо говоря. Но не хватило нам опыта, это правда, то есть мы нарушили наказ наших создателей, потому что мы не понимали, у нас там такая великая любовь, вроде, ну что, как мы можем там быть выше людей, мы же там одной расы, мы же одного вида. Оказывается, эта иерархия была очень важным порядком, эта иерархия была специальная грань, которая разделяла как раз-таки и сохраняла систему иммунитет, потом бы это все сравнялось, но на той стадии это было неуместно. Но когда боги начали сравниваться с людьми и равняться, вот то, что сейчас вот эта уравниловка у нас полная создалась, это полная деградация, нету равенства, понимаете. Я это не говорю с точки зрения, опять же, негативно, как это сейчас стало понимать, но каждый должен понимать свое дело и свое право. То есть если ты полубог и родился полубогом, вот сейчас я очень много, ну я называю богами нас, потому что мы здесь были богами, но по факту это полубоги, если это как-то делить на градации, да. То есть есть все равно разница, иерархия, она существует, и если ты был полубогом или богом вот здесь на земле, как это называется, то у тебя есть свои обязанности, у тебя есть своя задача, и ты не сможешь выполнять свои обязанности, не понимая, кто ты есть. И, к сожалению, эта уравниловка, она лишь лишает тебя обязательств и ответственности перед другими людьми. И вот эти вот полубоги наши тут, которые сравняли все с людьми, я их на самом деле очень жестко гоняю, потому что нельзя так, потому что если вы родились богами, вы есть боги, и надо это знать, потому что у вас огромная ответственность перед другими людьми, и дело даже тут не в гордыне, не в эго. Это обязательство. И, к сожалению, вот мы забыли про то, зачем мы здесь, и очень многих, я их, конечно же, врю, из разных систем. И, в общем, когда эти паразиты начали заселять массы других людей, началось массовое противостояние, люди начали опускаться до всяких низменностей, потому что половина из них уже, ну не половина, а какая-то процентная часть уже были не просто люди. И геном промешался просто массово, насколько он быстро внедрился, насколько быстро ассимиляция этого генома пошла, пошло там всякие непонятные извращения, они начали как-то к богам относиться непонятно, обвинения какие-то в сторону богов, в гордыне там, в так далее. То есть, ну вы знаете, историю, да, про богов много чего рассказывают, что там якобы они интересовались людьми, что они такие плохие. Как раз таки нет, боги были настолько больше самосознательно любовью и постигая вот эту вот суть света, что они наоборот старались спуститься к людям. Вот здесь была их ошибка, то, что они пошли на поводу у этих паразитов, которые манипулировали людьми. Они пытались людям наоборот, нет, мы с вами, мы такие же, как и вы, и вот дошли до таких же, как и вы, слишком низко. И, значит, начали поднимать восстание, и это происходило параллельно вместе с Марсом. То есть, гибель цивилизации здесь равняется гибели цивилизации на Марсе, просто на Марсе это все гораздо в более жестокой, ужасной форме произошло, чем здесь. Здесь, потому что успели прибыть наши боги старшие, я их называю наши старшие. Вот это вот грамотно сказать, потому что для нас они старшие, мы для них как их дети. Вот, а люди это сосуды для вселения богов. Грубо говоря, как только, сейчас объясню, есть большая разница между детьми богов и людьми. Дети богов это уже созданная форма. Это первая выведена успешная форма, в которой могли вселяться божества частично, то есть отчасти своя частичка от бога. Почему вот дети мы богов? Потому что частичка их сознания могла вселиться уже в тело. И получилось такое разделение создалось. То есть само божество находится, грубо говоря, на другой планете, живет там в другом самосознании, частичка его находится в моем теле. Вот я как творец, то есть во мне эта частичка, а сам, конечно, безграничный огромный творец, он как мой отец. Я его называю отец мой, я его дочь, но при этом мы как бы одно сознание являемся. Просто пока мы еще не можем войти полноценно в тела, и вот это происходит таким образом. Поэтому это разные вещи, да. А люди это сосуды, в которых нет еще частички богов, частички создателей. И это, конечно, неравноценно абсолютно, да, что вы понимали, никакого равенства здесь быть не может. И глупо это сравнивать вообще хоть как-то нас и с ними. Но это опять же, да, чтобы вы негативно не понимали. И получается, там один момент был сейчас, подождите секунду. И когда они начали ассимилироваться и расселяться, сложилась, культура началась постепенно меняться. То есть мы были без наших старших, мы были тут в амнезии, мы не знали нашу связь с нашим высшим великим я. У нас здесь только частичка воплотилась, она была в некой амнезии. И у нас не было опыта, и мы, конечно, много неправильных действий сделали, негативных абсолютно. Но из ошибки получилось так, что создалось общество рабства. Как раз-таки оно было, были эти рабы, эти рабы, это как раз-таки вот самая низшая каста. Вот эти вот генетически созданные пустышки, они, поскольку были настолько пусты, но они уже были частью нас, они уже были частью этого гена. Мы не могли их выбросить или убить, или уничтожить. Паразиты все знали, они этим воспользовались. Мы все равно видели в них часть себя, и это было. И у нас была шанс, надежда это все исправить, как генетически ассимилировать. И мы создали общество, начали менять систему управления, систему государственности, начали менять политика, экономика. Было создано рабство, но в рабы были именно вот эти самые низковибрационные существа, они были рабами. То есть их задача была, чтобы вы понимали, просто слушаться, просто тупо слушаться все, что им скажут, уж скажут боги. Это была их единственная задача. Даже в отличие от людей, которые имели право обучаться, они обучались у богов, они учились, они могли быть на равные, они могли быть жрецами, они могли быть частью структуры богов. Некоторые из них избраны особо священные, там, к примеру, они были вообще близки к богам. То вот эти это просто послушники, это вот как собака, сказал, сделал. Потому что на большее они не могли иметь никакого права. У них не было просто прав на большее. Просто вот их единственное было право, это присутствие, что их не убили, грубо говоря, потому что мы их не могли убить, а они были все равно часть нас. И создалась вот эта рабская система. И в какой-то момент, там у меня утерян, конечно, вот этот вот момент, он пока еще затуманен, я думаю, позже мы увидим. В какой-то момент они начали, эти рабы, начали проникать в общественность, сдавить на массы, внушать, что боги людей обманывают, что боги не заботятся о людях, что им наплевать о людях, что боги, у них гордыня, что они любят только самих себя. Вот то, что на меня наговаривали, и на многих других, таких же, как я, богов и богинь, тоже, что мы гордливые, что мы эгоисты. Хотя у нас, в принципе, в природе такого нету, по той самой причине, что мы частица создателей, у нас только любви много, она просто гигантская. Люди даже это понять не могут, насколько у нас вот эта вот любовь и сострадание, вот эта вот забота. И ради этой любви и заботы боги начали, наоборот, опускаться вниз и стараться сравняться с людьми, стараться быть среди людей. И это был период, когда боги начали с людьми какие-то там у них любовные романы заворачиваться. Вот это было самое грубое нарушение. Был очень строгий наказ по парам. Нам создавала специальная пара противовес, и мы должны были быть с этой парой ради гармонии. Здесь создатели создали очень грамотно. Наши старшие, как бы, ну это мы же, прородители, получается. Специально была создана пара мужчин и женщин, которые удерживали друг друга в балансе, силу друг друга, для того, чтобы никто не опустился ни ниже, ни выше, ну и, грубо говоря, чтобы мы не могли разрушиться в этой же системе людей. Это было очень грамотно создано, были правила. Но правила начали нарушать. Между богами началась тряска тоже. Они начали спорить между собой, как воспитывать людей. У богов была такая сильная любовь. Кто-то говорил, что надо людям помогать, надо им идти навстречу, все равно надо отдаваться людям и так далее. Боги, которые жили по порядкам и правилам старших, более старшие боги, они были строги, они наказы говорили, что нельзя так. Ты бог, ты должен среди богов жить, тебе нельзя спускаться вниз. То есть они разделились на две части. Те, которые начали говорить, что давайте соблюдать правила предков, как было наказано, так и стоит делать. И вторые, у которых суперлюбовь, более молодые, дети богов, как правило, уже молоднячок, они начали противостоять, что нет, молодежь там вся, мы за любовь, мы за великую любовь. В итоге эта молодежь не зашла вниз, нарожала там, грубо говоря, детей, но связи у них там пошли с людьми, очень тесные и близкие. И в один из моментов вот эти паразиты воспользовались. Один из богов был похищен и убит. Первое убийство бога произошло человеком. Человек, грубо говоря, пустил кровь бога. И эта кровь была взята, это была жертва. Первая жертва была свершена, был убит именно бог человеком. То, что вы поняли, откуда пошла эта жертвенность, откуда пошла эта иллюзия жертвы, когда всё, идущее от бога, всё, идущее от божественности и от красоты, нынче стало жертвой, стало выглядеть как жертва, как убогость, как типа тыло, да, там белая ворона, такой убогий. То есть изначально искривление пошло оттуда. И тогда-то паразиты получили доступ к телам богов. Они это тело начали изучать генетически. Эти тела начали изучать боги, которые были убиты. Их тела исследовали в лабораториях. Начали создавать жесточайшие генетические совмещения вот этих богов и людей. Они хотели создать своего полубога, то, что вы понимали, для вселения своей сущности. И вот эти как раз-таки с головой быка, там кошки, вот эти генетические эксперименты настолько жестокие были, то, что они свои генетические творения выбрасывали просто. Если там они неудачные были, что-то убивали, выбрасывали. Это такая боль, такая жестокость. То есть это несравнимо с тем, что создавали создатели изначально. Там было всё грамота, полно любви, никакой вот этого жестокости. И вот дошли они наконец-то до создания первого полубога своего жреца, темный жрец. Темный жрец, представитель чёрной магии. Как вы понимаете, Марс пал на темных жрецах. И внедрение туда темных жрецов уничтожило именно культуру Марса. Здесь первые темные жрецы появились в Египте. Потом, позже, они начали подниматься в других расах из пяти рас. Какие-то расы держались дольше всего. Скандинавы наши славяне. Не северные славяне, не знаю, как их назвать. Но вот скандинавские славяне держались дольше всего. Первыми пали именно египетские боги. А именно они были самые добрые, самые такие. Они ближе к земле, плодородия. У них бог солнца. Ра – это свет, это земля. Плодородие более мягкие, больше в них любви. Они больше как-то к людям, все с людьми были. И пали они первыми, их же первых убили, потому что они слишком были мягкие. Но, грубо говоря, они мягкие. Это, конечно, все было очень хорошо. Но они оказались ближе к земле, ближе к нежности и к мягкости. Самые жесткие боги скандинавские, военные, боевые. Скандинавы – это молот Тора. Самые мощные. Они дольше всех сопротивлялись. Но и они пали, и этих богов убили. И, конечно, доступ получили через то, что когда они смогли создавать паразитеты черных жрецов, черные жрецы обладали практически такой же силой, как и боги. С той лишь разницей, что истинные боги шли от истока Вселенной, а черные жрецы, они шли от истока этой жертвы, от убийства первых богов. И когда черные жрецы захватили власть на планете Земля, то есть произошло это параллельно с планетой Марс, с миром Марс, но в момент, когда Марс был уничтожен, и они планомерно начали уже захватывать Землю, то есть Земля вторая после Марса пошла, чтобы вы понимали, прилетели боги. Они не смогли, к сожалению, вмешаться в ситуацию, потому что на данный момент они даже до нас достучаться не могут, когда своих аватаров войти в тела они не могут, у них нет доступа, потому что те сейчас очень круто заблокировали все информационные потоки системы связи. То есть нас закрыли в вакуум, и боги при всем желании сюда прийти не могут, и все, что они смогут сделать максимум, и достучаться до нас, их детей, детей богов, в первую очередь, во вторую очередь уже до людей через нас, мы посредники. Так получилось так, что огромная ответственность на богах, на полу-богах, вот здесь вот оказалось на нас с вами. Дорогие друзья, нас здесь очень много, мы целыми семействами здесь были, у нас семьи богов, у нас очень много было городов, где мы жили исключительно только боги, и мы все с вами парами, то есть нас стали здесь путать. Сейчас я объясню тоже про эту культуру богов, про нашу с вами. И ситуация заключается в том, что полубоги успели прийти, Марс был перекрыт, запечатан, Марс запечатали, его не дали разрушить до конца, и смогли перекрыть периметр военными силами планеты Земля, потому что с Марса бы пошли на Землю тут же войсками. Война уже в принципе была, она уже началась, и разнесли бы всю планету, чтобы вы понимали, паразиты вовсе не заинтересованы в нашем существовании здесь, им нужна здесь своя раса, и они чистят население как раз не от низменных людей, а наоборот, они убивают как раз таки чистых людей. И задача чистки в этом заключается, и массовые смерти, смертоубийства именно в этом заключаются, потому что если даже сейчас, к примеру, резко какой-то катаклизм произойдет, отключить электричество во всем мире, первенство возьмут, именно паразиты по причине своей жестокости. Вы это знаете, да, вот куча фильмов показывают, что вот я чему вас учил в предыдущем видео, ребята, вот полубоги, вот вы все в принципе, кто и меня смотрит, однозначно, потому что нас много. Понимаете, они чем нас берут? Это была наша ошибка, вот эта наша доброта к ним, снисходительность была огромная ошибка. Я не говорю про жестокость, я говорю про разумность, которую изначально нам наши предки завещали, и которые мы с вами не послушались. И нам нужно уметь давать сдачи, нужно уметь человеку сказать, ответить, дать в глаз, в лицо. И если такая ситуация наступит, к примеру, нужно уметь защищаться, а не сидеть там в любви, я есть любовь и так далее. Это была наша вот огромная ошибка. И на этом мы все полегли. И если произойдет такая ситуация, допустим, великий катаклизм, спасает лишь животные силы и агрессия, и здесь даже полубоги, воинственные боги, должны проявить свою силу, несмотря на нашу великую любовь и снисхождение, надо с любовью, но с силой. Здесь нам придется строгость наших предков соблюсти, потому что мы неправы были в этом. И получилось так, что боги успели предвосхитить ситуацию следующего катаклизма, когда те планировали очередную чистку от нас же устроить. Это было приостановлено, но они не смогли проникнуть полностью в систему управления этой планетой. И все, что они сейчас начали делать, это пытаться частотами проникать через купол и активировать нас, своих аватаров здесь, нас полубогов, детей и сыновей. Их здесь, ну да, аватарами, грубо говоря, через частоты, чтобы мы здесь с вами начали планомерную работу, чтобы мы с вами здесь начали призывать людей поднимать вот эти массы, активировать все вот эти потоки. То есть здесь огромная ответственность на нас самих лежит как на посредниках, и это очень важно, чтобы мы с вами этим занялись, грубо говоря. Но произошло очень интересное, поскольку проникнуть они сюда не смогли, система здесь уже начала гнить. Вот эти жрецы, они темные жрецы, они начали переворачивать правду на ложь, они начали все переворачивать, они создали свою культуру, свою религию, свою веру, свою мораль правдивую. Начало создаваться все так, что все, что истина от творца, от создателей, начало показываться как ложное, как обман. При создании вот этих темных жрецов они получили доступ к энергиям управления управления определенными ресурсами. В первую очередь энергии управления ресурсами, чтобы вы поняли, почему именно черно-египетская магия. Потому что Египет и культура Египта, это если мы делим пять стихий, поделим четыре стихи, пятая стихия, это сам элемент Бога, божественный элемент, последний был захвачен, образ Бога. Когда они захватили сам божественный элемент, был создан образ Бога, была создана религия для уничтожения последнего, пятого элемента. Вот, но первый элемент земля, земля плодородия, изобилия, ресурсы. И это было захваченным первыми. Они создали свою систему масонства, систему, финансовую систему, пирамиду, где изобилие ресурсов, изобилие было подано как негатив в нашей позиции, но они стали правящей косты, они стали держать в руках, но они правили, сначала они с ресурсов взяли, сначала изобилие. И они захватили систему этих ресурсов, и у них в руках появилась черная магия по управлению изобилием. Они стали распределять изобилие, кому сколько следует. То есть они знали, что это основа, конечно, что изобилие, земля это наша почва под ногами, если нам тупо нечего есть, то уже по-другому разговоры идут, да. То есть мы уже с вами по-другому, другими мы проблемами заняты с вами. И они начали распределять, и создали психологию, что всем всего не хватит. Значит, поощрение конфетку за то, что за послушание, если вы их слушаетесь, если вы себя ведете правильно, вам конфета дается неправильно, неправильно ведете. Это искривило систему изобилия. То есть сейчас переведу на русский язык денег. Это создало ложную систему денежную. Люди стали рабами денег, и не только даже рабами, они стали думать и помышлять, вот даже как вот мой друг близкий, то же самое думает и помышляет, что если мы будем слушаться наших хозяев, то нам дастся эта конфета. То есть если мы будем, сейчас я вам перейду на простейший язык, вы думаете, что если вы будете жить по правилам общества, подстраивать рекламу там под нужды общества, под интересы общественности, если вы будете подстраивать фильмы и кино под массовую потребность там жрать, пить, там грубо говоря, ходить в туалет, да, подстраивать продажу продукции под интересы, как вам кажется, массовые масс-медиа, то якобы вы сможете заработать деньги. А если вы будете подавать людям правду, если вы будете честно продавать настоящий товар, не обманывая людей, не давая то, что массы подано, а именно то, что им действительно нужно, вы считаете, что вы этим деньги не заработаете. Но это такая глупость огромная, по той самой причине, что вы не осознаёте, что людям навязывается, они не хотят этого, им навязываются эти вопросы, им навязываются эти интересы, и вы-то играете в эту дудку, думая, что если вы дадите людям настоящее, якобы они этого не захотят, но вы глубоко ошибаетесь. Люди хотят правды, и ваша задача дать им это, и мы можем заработать деньги как раз-таки правильным путём, отвоёвывая у них систему ресурсов, отвоёвывая её у масонов, потому что это масонская правящая система, пирамида. Они стали богами, они заняли наши места, места истинных, настоящих богов, нас отодвинули на задворки, мы здесь оказались лохами, шизотериками, сидящими в углу, и якобы нам нет места в системе, якобы, если мы вне системы, то система нас никак не может принять. Но вы не понимаете, что система и есть мы, это наша система, она в том числе принадлежит нам, вот мне в том числе принадлежит система денег, я это знаю прекрасно, потому что будущей богиней Зидой, тоже по ветке богиней Зидой, я являюсь началом изобилия, это моя система финансов, я управляю, повелеваю этим правом. Оказалось так, что она сейчас, это право находится в руках, я даже вижу, конкретного человека, который занял мою власть, мой трон он занял, он получил вот эти каналы в свои руки, каналы изобилия, это еврей конкретный такой, я даже его рожу знаю, вот где-то существует и живет, которым было дано мое право, моя сила, чтобы он распределял деньги, кому сколько стоит. Хотя я вот эти потоки чувствую, я их вижу. И у богов эти силы вот точно так же перехватили, поотняли, начали внушать им всякие иллюзии. Но я точно знаю, могу вам сказать, что по истинному закону иллюзии всем всего хватит, да, вот как моя подруга всегда говорила, нету вот этого ограничения, что якобы, если я вам сейчас бесплатно дам вот эти знания, то как же я заработаю там свои деньги, я идеально чувствую заработки денег, это мое право божественное, то есть я вижу структуру изобилия. Я могу точно сказать, что можно зарабатывать дохренищи денег, занимаясь реально любимым делом, делая реально толк для людей, настоящий толк, и при этом много давая бесплатной информации. То есть это можно, это все можно делать, и это все нужно делать грамотно. Но здесь уже нужна неопределенная строгость, которую я проявляю в том числе и в финансах, я уже веду более мудрую позицию, я где-то деньгами обрезаю возможность людям, потому что я вижу вот эту грань между паразитами, между людьми, которые слушают паразитов, и между теми, которых не слушают. Финансовую систему надо захватить, надо ее вернуть, не надо ее игнорировать, убегать или стараться под нее подстраиваться ни в коем случае. Вот к деньгам возвращаясь в Америке, и в США я, наверное, постараюсь это как-то проработать, эту систему. Но смысл в том, что это не только финансовая система, финансовая просто, это моя система, я ее прекрасно знаю, я даже по крови рождена в роду, как раз-таки, и египетских жрецов. У меня по крови татарская кровь, там ветка, продолжаем, если это ветку вглубь, изначально вот это все равно там славянский ген, все равно это татарская, это энергия. Изначально мы произошли от фараонов, то есть у меня предки есть действительно полубоги по линии крови моей физически. У меня это право дано по рождению. И в том числе, поэтому же, находясь еще в роду славян, захваченных серыми паразитами, евреями, еврейская кровь, у меня есть принадлежность к масонскому ордену. То есть это правда. Но меня пододвинули по той самой причине, что я не служу паразитам, я не являюсь черным богом. Ну вот, грубо говоря. А белых богов они сразу как бы в сторону. Но находясь... Но я по праву крови имею доступ к масонской системе, чтобы вы понимали. То есть если бы родилась другая душа у моих родителей по крови, по физике, и это была бы душа черного бога, ему бы дали все карты в руки на моем бы месте. То есть это был бы богатейший просто человек у власти, у которого доступ даже есть к политической власти. Я это чувствую, что у меня это право по роду есть, но оно только, если я типа черный бог. Ну в этом даже хорошо, я это могу изменить, и у меня дано право проникать в их систему. То есть это даже очень большой плюс. Я это вам рассказываю в пример, потому что очень много среди вас полубогов. Я знаю у вас такие же ситуации абсолютно. И вот вы свои силы, то же самое, вы их должны отнять, вы должны признать свое право, вы должны забрать их у черных богов. Вы повелеваете этим. На нас огромная ответственность, понимаете? Это не просто деньги, вот допустим для меня деньги, вот я зарабатываю. Я знаю прекрасно, что имея канал изобилия, я могу абсолютно любого поставить на ноги финансово. То есть я даже обладаю такой возможностью, и я знаю, это огромная сила, я вижу, как это делается, как эти потоки выстраиваются. И будь это, допустим, канал изобилия в моих руках, тысяча, тысячи людей одновременно, которых я знаю, которых я не знаю, стали бы на ноги в финансовом плане. Просто вот если я как богиня получу доступ к этим энергиям, так же, как и к любовной магии, потому что я так же по храму Афродиты обладаю любовной магией. У меня, чтобы вы понимали, три совключения. Я по трем параметрам иду. Я троица. Это огромная редкость даже для богов. Но здесь я пока не разобрала, честно говоря, я не знаю, что это обозначает. Пока всех богов, которые я встречала, они обладают всего лишь одним из включений. У меня их три. Но, возможно, у кого-то есть и больше. Но это позже мы разберёмся. Значит, я призываю как раз полубогов к ответственности. И ради бога, не разливайте вот эти сопли. Да, вот мне уже надоела там любовь и так далее. Берите в руки, отбирайте свою силу, отбирайте её войной, мечом отбирайте, потому что вы имеете на это полное право. И дело даже не только в вас, а в людях, за которых вы отвечаете. Вы несёте ответственность за народ и некогда вам сопли лить. Так что отвоёвывайте своё право трона, становитесь богами и правителями для того, чтобы помочь другим людям. Вот. Это насчёт то, что насчёт искажений всей правды. Получилось так, что вот эти жрецы, они как предательные проникли, в том числе и на Марсе. Та же самая история была. Стали чёрными полубогами. Они подговорили, тоже испортили богов. Этот геном настолько их проник, везде он расплодился, повсюду, как тараканы. И это совершенно не выражение. Это действительно тараканы. У них инсектоидная форма мышления. И они действительно вот так плодятся. То есть, это действительно так происходит. И этот ген настолько везде проник, что, соответственно, был разрушен Марс. И сейчас на Земле мы имеем такую ситуацию, что правда искажена ложью. И зная нашу слабость, вот в этой нашей доброте, великом свете и любви, они этим воспользовались. И они начали это подавать, как единственная духовность. Если вы хотите духовность, то это доброта, единственная любовь. А если вы хотите денег и любви физической, то это не духовность. Как это не духовность, если это основа нашей силы, нашей магии? Если это основа силы богов, по сути, вот эти все ресурсы, это вот вся, допустим, все возможности, это основа нашей магии человеческой с вами, вернее даже божественной. Это даже нельзя назвать магией. Это то, кто мы есть. Это мы, это наше право. У нас ее из-под носа вытащили, сказали, что мы на это не имеем права и что мы какие-то лошары, которым вообще здесь не место. Нас просто вытесняют. Так, значит, прямо вот так вот. Вытесняют вот так мягенько, что нам нет места в системе. Теперь мы с вами шизотерики и дураки. Теперь мы с вами петрушки тут о смешных вещах разговариваем. Теперь, оказывается, мы тут фантастику с вами рассказываем. Да, вот как мне тоже говорят, что я, оказывается, фантастику тут рассказываю. Они сами живут, понимаете? Во фантастике мы говорим им правду настоящую, а фантазеры тут мы, как оказалось. То есть все настолько перевернулось, и мы такие с вами еще в стороночке, такие сидим, и боимся обидеть. Ой, да, ну, я не буду свою точку зрения там тебе навязывать, потому что, конечно, каждый имеет право выбора. Вот как мне понравился один мужчина сказал в видео своем, мы с вами докатились до того, что у нас, что у каждого свое мнение. То есть мы с вами опустились. Ну, правильно сказал. Правда, она есть. И правда, она одна. Понимаете? Но мы с вами докатились до того, что у каждой, каждый остается при своем мнении. Вот самая главная фишка вот этого паразитизма, то, что это твое мнение, а это мое. Как мне многие говорят, да, Ная, но это твое мнение. Это просто твоя позиция. А есть мнение других мастеров. У меня просто взрыв в голове. Нету мнений. Как вы понять этого не можете? Есть правда, и она одна. То есть, понимаете, я говорю то, что вижу. Это не мнение вообще. Допустим, я вижу лавочку, я говорю, ребята, это лавочка. А некоторые говорят, ой, ты такую фантастику говоришь. Это всего лишь твое мнение. Таких мастеров, как ты, куча. Вы все свое мнение говорите. Вместо того, чтобы постараться увидеть, прозреть, раскрыть глаза, это действительно на самом деле очень больно и тяжело убьет. Вот мы так с этим боремся, с этим мнением. Но запомните, ребят, нет никаких мнений. Есть правда. Она настоящая, она одна. Вы ее можете видеть, ее можете не видеть. То, что я вам говорю, это не то, что надо принимать на веру. Это то, что надо видеть. Вы должны не верить мне, вы должны видеть, потому что это не видение, супер, ясновидение. Нет. Это видеть правду. Это просто элементарно видеть, когда человек врет, а когда говорит правду. Вот вы смотрите на меня, видите, вру я или нет. Вот чисто по такому фактору психологическому, понимаете, меня очень многие слушают в мои видео вот по этому факту. Я их, вот этих людей очень уважаю, вы замечательные ребята, вы молодцы. Я вам пятерку поставлю. Понимаете, даже если вы меня слушаете, только потому, что вы чувствуете, что я говорю правду, но даже нифига не понимаете, что я говорю. Потому что этого достаточно, поверьте. То есть, если вы знаете, что я не вру, этого достаточно уже дальше, чтобы меня слушать. Не вера в меня, а правда наша сила. Понимаете, в правде сила. Это огромная сила, это огромная мощь, когда я говорю правду. Неважно, как это фантастически выглядит. Неважно, понимаете вы это или нет, но вы знаете, что это правда. И все, все сразу же встает на свои места, и постепенно вы поймете, постепенно вы в это войдете, постепенно у вас это все загорится и активируется. И я вам советую, ребята, не бойтесь говорить правду, считая, что якобы вы не впишетесь в общественность, и общественность вас не примет. Общественность должна подстраиваться под вас, потому что, делая так, вы подстраиваетесь под этих черных богов, вы пытаетесь с ним угодить. Вы белые боги, вы были рождены белыми богами, вы угождаете черным богам. Вы чего делаете? Вы только все усугубляете, делаете еще хуже. Понимаете, мы не люди. Вся система финансового, допустим, управления, система управления эгрегорами, социумом, политикой, система управления массами в наших руках, мы можем сделать так же, как и они. Понимаете, мы также можем управлять массами, мы также можем не манипулировать, а направлять их. Допустим, в финансовой системе я также могу управлять ресурсами. Я даже вижу, как эти потоки, в чему я живу в Москве, очень люблю Москву. Это финансовый центр России. И я вижу, как эти потоки эгрегора, огромные потоки финансов здесь такие распределяются, мне это видно. Я прямо могу взять и переключить эти потоки. Взять у кого-то, отключить, а кому-то перестать. Понимаете? То есть у меня это видение врождённое есть, потому что от богини Изиды, как бы от божественного начала Изиды, я им обладаю, видение ресурсов. Так же и вы, боги. Вы челошаритесь, сидитесь, вы подстраиваетесь под систему, хотя вы и её создаете. Мы можем сделать так, что спрос будет такой, как надо, на наше предложение. Спрос будет на то предложение, которое делаем мы, а не которое существует, а ведь существует то, которое делают чёрные боги. Поэтому я вас очень сильно призываю пробуждаться, наши прекрасные белые боги. Нас с вами пять рас, пять видов. То есть я так полагаю, я принадлежу к трёх, если у меня три сразу совключения, скорее всего. И мой мужчина тоже является полубогом, как и я. Он принадлежит к скандинавскому виду расы. И вот сейчас у меня немножко, наконец-то, прорыв пошёл в магии любви. Начались многие аспекты раскрываться. Магия Афродиты. Я поняла, насколько эту магию исказили и сделали из неё столько грязи, вот эти привороты и так далее. Хотя изначально любовная магия обладала огромной силой, и мы действительно могли сводить пары и создавать любовь и семьи. Но об этом позже. Чуть позже у меня эта магия раскроется. Посильнее я вам, наверное, видео сниму, расскажу. Может быть, какие-то курсы мы обучающие тоже сделаем для наших женщин. Магия Афродиты. Вот. Значит, это то, что касается истории. И мы сейчас с вами оказались в такой ситуации, что и уничтожить нас паразиты пока не могут, но хотят и делают, и планомерно нас ведут катаклизмом. Катаклизмы – это воля паразитов, чтобы вы понимали. Они хотят это. У нас катаклизмы планируются, ну, как сказать, мы не планируем создание катаклизма в большой сфере. По большой части, даже если взять вот эти паразитарные умы, которые были захвачены, если мы с вами, как боги, заберём власть обратно в свои руки, начнём распределять, наконец-то, эгрегоры, ресурсы, управлять погодой и явлениями, как нам это дано было изначально, повелевать там стихиями, людьми и так далее, то мы всё очень быстренько их подстроим под себя. То есть мы их быстренько перелопатим, мы сделаем так, сидите, и вернём всю структуру. Значит, вы, рабы, слушайтесь, вы, значит, имеете право участвовать в процессе, вы можете быть учениками, можете быть с нами на равными и так далее. То есть создаётся иерархия, по которой каждый слушает последующего, всё очень чётко, всё очень ровно. Благодаря этой иерархии мы с вами сможем удержать это положение и постепенно выродиться, этот геном выродится просто. Мы с вами совершенно не собираемся их убивать, мочить, и вот именно людей, именно выглядящих, как мы. Паразиты, да, паразиты – это другое, это другой вид совершенно. Там, да, там исключительно мочилы. Вот почему я вам говорю, что когда вы работаете с человеком, вы мочите его на тонком плане, но физически можете себя вести совершенно гармонично, про боевую магию я говорю вам. Почему? Потому что человека вы не имеете права мочить, он всё равно такого же вида, даже генетические сосуды мы для себя создавали, мы не можем свой геном, своё детище уничтожать. Такова природа. Мы умираем с каждой клеточкой, когда умирает каждый человек, мы часть своей души убиваем, даже вот убивая какого-то там самого последнего паразита, грубо говоря, потому что он частично в нём, хотя маленькая частица наша есть. Но к паразитам мы беспощадны, они ни одного вида с нами, они ни одной расы, и у нас нету этой зацепки. Понимаете, когда вы убиваете существо своего вида, часть ваших клеток умирает, такова природа бытия, жизни, ну это вообще закон природы, биологии. Но мы имеем право убивать существ другого вида, ну грубо говоря, и так устроена Вселенная, что мы разного вида. И когда мы это делаем, на тонком плане, то есть имеется в виду, ментально мы действительно уничтожаем, и мы даём допуск, опять же, как я вам говорила, нашим богам, для того, чтобы они уничтожали их. Происходят действительно военные действия, настоящие корабли, там настоящая война, перестрелка. Наши действительно убивают их, это правда. И мы с вами даём к этому допуск, чтобы вы понимали, что эта игра не столь невинна, как вам кажется. Каждый раз, к примеру, когда я побеждаю какого-то чёрного колдуна, чёрного мага, где-то там совершаются реальные убийства. И я прекрасно знаю, что я на это иду, и я прекрасно знаю, что я совершаю определённую смерть, определённая война идёт, потому что это война. Здесь как бы, понимаете, здесь не любовью мы будем побеждать этих паразитов, с любовью, мы с любовью к своим, чтобы вы понимали, это наша расовая, это расовая война. То есть если убрать вот этот подтекст религиозности, война между расами, уничтожение видов, мы с любовью к людям, мы даже вот последний паразит, но он человек, и мы к нему с любовью всё равно убивая все эти паразитарные структуры, строго с ним, да, крича, допустим, когда я кричу даже там, ну не кричу, а повышаю тон, я обычно никогда не кричу, или я когда злюсь, я всё равно это делаю с любовью, потому что к существу своего вида я не могу на него быть злой, грубо говоря, или какую-то сильную агрессию, но на существ, которые стоят за ним, я их могу уничтожить, там силы молнии, грубо говоря, там у меня тоже связь с Девсом, я все молнии всех пускаю, вот, то есть это вполне возможно, это существует, это может быть, поэтому, ребята, вот это вы должны понимать, то, что это всё не игра, и это всё очень серьёзно, и на кону стоят жизни, понимаете, пока вроде как всё как есть, вам кажется, что ничего не произойдёт, это огромное усилие, то, что сейчас не произошла ещё Третья мировая война, то, что мы сейчас с вами не на войне, это огромное усилие наших всех, наших, в том числе и полубогов, людей, которые нас слушаются, которые с нами тоже, которые нас поддерживают, чистые люди и служащие, служащие, грубо говоря, так называется, служащие, но на самом деле, это люди посвящённые, есть люди посвящённые богами, Боги посвящали людей, которые были наиболее приближённы к ним, которые были чисты, им давалась какая-то способность, какая-то сила. Эта способность даётся, эта способность отнимается, грубо говоря. Она даётся обычно человеку, посвящённому, имеющему возможность. То есть разница между нами, богами, и посвящёнными людьми — это маги, колдуны, ясновидящие и так далее — в том, что им давалось посвящение от нашего храма для того, чтобы они выполняли определённую, конкретную свою работу. Их называют некоторые служащие, но это неправильное слово. Они не слуги, они не служат. Это наоборот наивысшее, ну не то, что каста, но если какая-то иерархия есть, в хорошем плане, наивысший вид в иерархии маги, колдуны выше других людей по иерархическому статусу, потому что они жрецы, допущенные до богов, а мы им дали определённые силы. Мы, как боги, имеем право посвящать и давать эти силы. То есть разные боги, разные зависимости и так далее. Поэтому у нас есть служители наших храмов, и это люди действительно. И у людей тоже, у них есть более мудрые души, уже имеющие опыт, и туда уже больше проникает божественная суть нашего разума, светлого ума для того, чтобы эти сосуды были подготовлены. Как только человеческий сосуд будет полностью подготовлен, вселяется сознание бога туда, и происходит слияние вот этой человеческой сути, которая необходима для того, чтобы существовать здесь, в этом мире, и божественного начала из другого измерения. Таким образом, существо может пребывать в этом измерении, создается абсолютно новый вид существ, который пребывает исключительно только здесь. И мы, как бы, можем быть, мы ловим информацию и того, и этого измерения, но исконно нашим измерением становится теперь это. Чтобы вы понимали, никто при этом не умирает, человеческое вот именно понимание души и сознания, оно не умирает. Просто слияние происходит, объединение, и становится единое сознание. То есть вот это как происходит, не происходит убийство, да, там смерть или что-то, и люди некоторые боятся, вы не бойтесь. При этом слиянии вы становитесь единым целым, и это не раздельно. Уже вы и есть вы. Вы тот, кто вы есть, и просто вы обновляетесь, становитесь более божественным, более мощным. Вот что такое тела света. Когда вот я говорю, что я меняю тела света, допустим, Выше Я обновляем световыми энергиями, световыми частотами, мы больше, больше в тела вселяем именно энергии белых богов, богов-создателей. В этом измерении они проявляются как белые частоты, белый свет, они есть. Это цвет центра Вселенной, цвет создателей. В другом измерении это как вселенские энергии, более фиолетовые тона, это за спектральные тона. Здесь максимальный спектр – это белый свет. Поэтому мы здесь с Вами с белым светом работаем, это с этим измерением мы работаем, с этим телом мы с Вами работаем. Поэтому белые световые потоки – это наше всё, грубо говоря, в этом измерении. Поэтому наши служители-жрецы – это люди, обладающие определённой силой, они должны быть при богах всегда, потому что они изначально издрели, всегда были служителями храмов. И силой их наделяли боги. Это очень важно понимать. И вот эта структура иерархии должна восстановиться. То есть наши жрецы, наши служители должны быть рядом с нами, для того, чтобы мы вместе, планомерно вели эти все вместе работу совместно. Потом эти жрецы направляют людей, они уже работают с людьми. Более статус, кого пониже идёт. И вот эта лесенка, лесенка, самый нижний – это рабы. Это как раз такие вот те, у кого геном порченый, практически они ничего не обладают, кроме вот этого порченого генома. То есть там вот состав минимальный. И это определяется иерархией. Вот внимание, ребята. Иерархия определяется по генетике, по крови. И по происхождению сознания соответственно. Потому что сознание входит по генетике. Если в крови не прописана информация для входа сознания, оно не может войти. Вот для того, чтобы я, душа богини и царицы, воплотилась в физическом теле, мне нужно тело богини, соответственно. Я не могу воплотиться в теле раба, к примеру. Это невозможно. Информации генетически нет, чтобы это слепилась моя душа, там и тело, грубо говоря. То есть должна быть пропись обязательно, что я здесь. То есть это однозначно у меня в роду, здесь были боги, соответственно. Я родилась в роду царей, соответственно, правителей и богов. Это обязательно по крови. Я имею голубую кровь, то есть по праву. И это также у вас, чтобы вы понимали, это обязательное условие. Кем вы являетесь в душе, у вас однозначно есть какие-то предки в дальнем колене. Это просто закон физики. Вы иначе бы войти в тело не могли. Законы математики и устройства этого мира, по которым мы все здесь... Ну не то, что мы все создавали здесь именно. Мы создали все, но с учетом всех этих законов, чтобы вы понимали. Так что основное вроде все. Ребята, правда, наша сила. Вскрывайте вот эту всю информацию, раскрывайте в себе, перестаньте бояться, перестаньте вот в этой лжи уже, в этой лжи жить. Мы обладаем силой все перестраивать. И ставьте все на свои места, соблюдайте иерархию. Допустим, я как богиня имею право управлять ресурсами, и поэтому говорить мне то, чтобы я подстраивалась под ресурсы, крайне некорректно, потому что я их создаю. Но если бы я была, допустим, жрецом или служащей храма, к примеру, то им в какой-то степени можно говорить. Но опять же, они должны подстраиваться. Жрецы, служащие храма, они подстраиваются под ресурсы. Они подстраиваются под ресурсы, которые создают боги. И поэтому они либо при тех богах, либо при этих богах, но они обязательно при богах. Вот это вот большая разница, чтобы вы понимали в этой иерархии. Потому что очень многие люди ошибочно начинают мне многие вещи говорить, чтобы я там слушала или что-то делала. Или как-то они мне по-человечески хотят посоветовать, думая, что мы равны с ними. Но вот мы не равны с вами, чтобы вы понимали. Это вот я совершенно не в эго и эгоизм. Просто вот это вот по полочкам порядок должен быть. Нам нужно все на порядке на свои вернуть, чтобы вот это все разобрать, эту кучу. У всего есть свой порядок, своя полочка. То есть для меня это неуместные фразы, потому что я сама создаю эти потоки, и я борюсь как раз с этими черными богами. И у меня произошло такое, что моя вторая сторона ушла в черные боги. И вот сейчас мы эту проблему решаем. И есть люди, которым наоборот эта подстройка обязательно. И получилось так, что жрецы стали отдельными, но они не отдельны. Они просто, они обязаны быть при какой-то стороне. Если вы жрец, то по порядкам, по правилам вы должны быть при своем боге. И вне зависимости, если вы скажете, нет, это не мое мнение, это не мой путь, как вот у нас жрец марсианский, который мы встретили в Индии, к примеру. Он жрец, его задача быть при боге, при богах, при богине, если быть конкретно, он жрец богини конкретной. А он начинает утверждать, что это не мой путь, это не мой выбор, я имею свое мнение, свой выбор. Все равно, что вот я смеялась, рассказывала, печень имеет свое мнение, и она решила не перерабатывать кровь. Печень так решила, понимаете, не перерабатывать кровь. И все тело умирает. А это мнение печени, понимаете? Вот так же и тут. То есть, понимаете, это порядок вещей. Это не что, ничего общего с эго не имеет вообще. И жрецы, если не принимают ничью позицию, они принимают позицию паразитов, потому что их природа такова. Они всегда находятся в чьей-то позиции, всегда. У них нет другого варианта. И жрец, каждый жрец должен определить свою сторону. Четко, конкретно, бесповоротно. Люди, они более, конечно, в разбросанном варианте, находятся в плане выбора. Но, опять же, у них тоже должен быть выбор от иерархии. Это выстраиваться. Нужно четко знать, за кем вы стоите, кому вы служите, чьи мнения слушаете. Если это перевести на русский язык, под какую систему вы подстраиваетесь, под чью мораль вы подстраиваетесь, чьи указы жизни вы слушаете. То есть, я вам сейчас еще проще это объясню. К примеру, когда вы человека учите, или когда вы ему говорите, что он неправ, или в том числе, допустим, мне многие это говорят. Когда вы ему это говорите, от чего имени вы выступаете, говоря, что, допустим, вот как некоторые говорят, я должна больше рекламы делать на своем ресурсе. От чего вы имени выступаете? Вы выступаете, типа, ну так положено, если ты рекламируешь, что твой ресурс больше все знают, и все доступ к тебе имеют. А они не понимают, что я имею совершенно другого уровня права. То, что благодаря рекламе идет распространение, там, к примеру, определенная реклама, это было создано определенными богами, которые создали такую ветку реальности. Понимаете? Чего нет, то не создается. Я это пытаюсь объяснить, но некоторые не понимают, что по праву богини я имею право создавать такую же ветку. Я могу сделать так, что, к примеру, не будет у меня этой рекламы, обо мне узнают гораздо большее количество людей. Ну, к примеру, да, ну, это просто утрированный пример, есть много других вариантов. Я просто первая, что в голову пришла. К примеру. То есть я могу сделать так, что вот эта реклама просто потеряет свою силу. Своим указом богини могу сделать так. С этого дня никто больше не смотрит на рекламу, потому что она неинтересна. Да будет так, к примеру, да? И там вот негативную рекламу, а потому что она неинтересна, да будет так. С этого дня людей будет привлекать только информация правда истина света да будет так и это реально меняется понимаете это реально так потому что право богини и обладает такой силой и нет смысла меня учить потому что я создаете потоки и мы тут с богами боремся и также вот в принципе у вас когда вы начинаете говорить чтобы человек подстраивался под какую-то вашу веру под какие-то ваши ресурсы вы должны осознать вернее под какую-то под какие-то ну ресурсы я миду которые у нас сейчас правила порядке существует мораль вы должны понимать а откуда то корни от какого бога идут каким богам вы служите это то есть правда каким богам вы служите говоря что человек должен делать так поступать так что допустим принцев не бывает тогда смирись с тем что у тебя есть что там живи в семье даже если страдаешь и не любишь это же дети страдая сидит то есть вот под каких богов вы служите вот уча вот этому людей примеру вы задумаетесь потому что боги создают правила игры грубо говоря если это как-то представить что это виртуальная игра у которой есть некие правила вы под эти правила типа подстраиваться эти правила создать здесь больно то есть мы создатели правил игры на здесь сюда специально посадили для этого мы их состоянии не все имеют такое право чтобы понимали жрецы имеют тоже право в определенном доступе некоторые люди если их посвящали обучали тоже имеет каждый из вас обладает своим уникальным талантом каждый из вас обладает своей индивидуальной штучкой своей фишкой вот я вас всех учила и на личном приеме я помогаю вам это раскрыть но это исключительно именно ваша фишка она имеет строгий порядок ограничения то есть вы хороши именно в этом и только в этом и другие дела но снесусь так же как и мы боги да потому что мы полубоги по факту и у нас тоже есть определенные возможности вот допустим все что касается происходящие из политики государственности и так далее мы имеем право то есть у нас тоже есть распределение обязанностей допустим у меня есть какие-то доступ к каким-то ресурсам а вот повеление природы там животным миром у меня вообще нету я как бы есть другая и другие богини для этого то есть у меня от изобилия политика и это вот мое государственность власть управления это очень люблю это моя сила к примеру работа с политическим как бы массы политическим веянием массы там продвижение человека какого-то к власти установление на власть то есть я богиня покровителями на этих структур ну вот пример есть много других конечно и у нас строгие обязательства я допустим не лезу в сферы других богинь и богов и я уважаю других и богинь и богов и вы должны четко понимать вот это вот у вас есть узкая специфика в ней работайте вы в ней хороши но вы должны знать между кем и кем вы стоите кто ниже вас кто выше вас это четко понимать допустим я четко понимаю что выше меня создатели мои старшие я от них получаю указание только от них и никто больше мне не может давать никаких указаний я знаю что все остальные ниже меня в том числе жрецы они имеют ниже меня позицию вторую после меня позицию между лиц и то есть я это прекрасно знаю моя задача взаимодействия с нашими создателями и жрецами вот эти две составляющие с которыми я в разной иерархической последовательности нахожусь ее нужно соблюдать вот основное в принципе все видео получилось такое может быть немножко серьезно вот много историй много информации перерыв небольшой потом я сделаю занять с снятием видео но попозже после крыма у нас там грандиозная глобальная работа конечно предстоит я там свершу помимо от этой магии всего я конечно гораздо больше делаю как богиня у меня есть очень интересные права на перестройку многих ресурсов вот так что смотрите все мероприятия грядущие у нас на полугодие уже готовы есть на сайте читайте мой блог смотрите видео всем всем удачи и до новых встреч